Каждый новый займ больше предыдущего и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Здравствуйте, в эфире программа Патруль и я ее ведущая Айка Сондар. Украли более 20 миллионов рублей. Неподчинение, ДТП и пьяные водители. Все это не только в сегодняшнем выпуске. Минувшие дни на пятом километре автодороги у юг Ленинка инспекторы дорожно-патрульной службы заметили подозрительную машину. На сигнал об остановке водитель Toyota Hilux не отреагировал и продолжил движение, не снижая скорости. Стоять, стрелять буду. Стоять, стрелять буду. Стоять. Стоять, стрелять буду. Наряд ДПС начал преследование данного автомобиля. На однократные законы и требования сотрудников полиции водитель не реагировал. На высокой скорости он продолжил движение в сторону села Ленинка Пехемского района. В ходе преследования авто сотрудниками полиции было применено табельное оружие. В соответствии с федеральным законом о полиции, госавтоинспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух. После чего произвел два выстрела по задним колесам автомашины. Несмотря на повреждения заднего левого колеса, водитель продолжал скрываться, но не справился с управлением. Остановился он только тогда, когда машина упала на бок. Автомобилем управлял 29-летний житель села Уюк. Во время проведения освидетельствования инспекторы ДПС установили, что водитель управлял транспортным средством, находясь в алкогольном опьянении. Показания прибора составили 1,33 промилле. В отношении водителя составлены административные протоколы. Правонарушитель доставлен в дежурную часть пункта полиции Турана для дальнейшего разбирательства. В минувшие дни в Туве произошло 4 ДТП. Есть пострадавшие. 19 мая на территории республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. В двух авариях водители управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения. Так, в воскресенье в дежурную часть пункта полиции села Чахоль поступило сообщение об аварии наезд на препятствие. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний мужчина, управляя ВАЗом, двигаясь в сторону села Булун-Терек из-за высокой скорости, не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП от тяжести полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка автомобиля. В медицинское учреждение с различными травмами были доставлены водитель и 27-летний пассажир, оба в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о втором происшествии поступило в дежурную часть Козыла. Установлено, что 39-летний мужчина, управляя ВАЗом, двигаясь по улице Интернациональная, сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести был госпитализирован пешеход, 54-летний, житель города Козыла, в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день произошел второй наезд на пешехода. Установлено, что неизвестный водитель, управляя автомобилем предположительно иностранного производства белого цвета, двигаясь по улице Дружба, сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нарушение правил дорожного движения водитель транспортного средства, причастного к ДТП, скрылся с места происшествия. Пешеход, 51-летний козолчанец с различными переломами, был доставлен в медицинское учреждение. Около часу ночью на втором километре автодороги А161 Агдувырака-База произошло столкновение двух машин. В госавтоинспекторами предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал навстречу и столкнулся с Ладой Гранта под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП в медучреждения с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и три пассажира иномарки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Также в хирургическое отделение больницы были госпитализированы водитель и пассажирка автомобиля Лады. В настоящее время, по данным ДТП, сотрудниками полиции проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. А сейчас самое время узнать, сколько ДТП произошло за минувшую неделю. Сводка ГИБДД далее. С 13 по 19 мая в республике зарегистрировано 8 ДТП. Два человека погибли. 13 участников дорожного движения получили ранения. За прошедшую неделю на территории республики задержано 74 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Среди них одна автоледи. В Туве бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 43-летнему бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью ТТАН РТ. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014 года администрация Улухемского района в лице председателя администрации заключила с подрядной организацией в лице его генерального директора два муниципальных контракта стоимостью более 12 млн. рублей и более 8 млн. рублей на аварийно-восстановительные работы на объектах города Шаганар. Затем, в ноябре 2014 года, обвиняемый добился подписания администрации района заранее подготовленных им подложных актов о приемке выполненных работ, справок об их стоимости и затрат. Но при этом на момент подписания документов никаких работ не было выполнено. На основании подложных документов заказчикам были произведены расчеты по муниципальным контрактам на общую сумму более 20 млн. 700 тыс. рублей, которыми обвиняемый распорядился по собственному осмотрению, чем причинил материальный ущерб администрации Улухемского района. Приговором суда бывшему генеральному директору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее сообщалось, что уголовное дело по обвинению бывшего председателя администрации района по факту подписания им подложных документов, явившихся основанием для необоснованного перечисления бюджетных средств, также направлено в суд. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанное с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на 5 лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Сотрудниками ДПС пресечена попытка взлома банкомата несовершеннолетним. Во время проведения рейдовых мероприятий дорожными полицейскими были замечены следы взлома двери помещения для банкоматов, расположенных на улице Таежной поселка Кахи. В результате незамедлительного реагирования полицейские задержали злоумышленника, который пытался вскрыть банкомат с помощью монтировки. Личность задержанного была установлена на месте. Им оказался 17-летний школьник, состоящий на учете по делам несовершеннолетних. После проведения профилактической беседы несовершеннолетний передан законному представителю. В настоящее время по данному факту следственным отделом МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Программа была подготовлена при поддержке Министерства дорожно-транспортного комплекса ТУВ. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. В заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинской единой службы информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Редактор субтитров А.Семкин